Всем привет, мои дорогие и любимые! Сегодня парфюмерное видео. Меня зовут Анжелика. И на моем канале я говорю о парфюмах, о своей коллекции, о эксклюзивных ароматах и о моих любимых ароматах. Моя коллекция постоянно меняется. Я приобретаю новые ароматы, избавляюсь от старых. И сегодня вот такая тема. Если вы слышите за окном дождь, у нас уже такое осеннее настроение, осенняя погода. И сегодняшняя моя подборка это ароматы можно назвать их так восточные, эксклюзивные, экстравагантные, может быть где-то стервозные. И также это ароматы такой вот женщины, которая знает себе цену. ароматы, которые подчеркнут индивидуальность каждой женщины или мужчины. И это мои любимые ароматы, мое любимое направление. Это восточное направление и как правило ароматы с розой. Итак, давайте приступим. Вот начнем вот с такого аромата от дома Шанель. Это куко, аромат куко. Это аромат восточный, пряный, специевый. В нем присутствует такая вот какая-то кислинка и шипровость. Но шипровость обыграна ванилью и амброй. И поэтому этот аромат он такого вот янтарного цвета. То есть можно назвать его шипровым, но при этом он все-таки восточно-цветочный. Это вечерний аромат. Это аромат женщины в костюме. Это аромат женщины в кашемировом пальто в пол. Это аромат бриллиантов. Это аромат женщины высокого класса. ну и конечно он в моей коллекции не из-за этого, а из-за того, что я почитаю и люблю дом Шанель. Поэтому этот аромат у меня и скоро наступит его время и мы будем его с вами носить, мои дорогие. Как красиво играет флакон. Следующий аромат. Аромат дома Амуаж. Это мемуар. Один из любимых ароматов поклонников этого дома у меня этот аромат в экстракте 100 миллилитров вот с такой замечательной крышкой усыпанной камнями Сваровский. И это конечно абсент. Это роза. Это слива, но я слышу здесь также и вишню. Такое вот варенье. Ладан, пачули, смолы, специи. Это сказка. Это аромат медитации. Это аромат, который также вас показывает, как он придает статус. То есть под него, как и под этот аромат, нужно подбирать тщательно гардероб. И конечно же нужно выглядеть просто идеально. Это очень красивый аромат мемуар амуаж. Сейчас именно в теплую осень, именно август и сентябрь он звучит просто вот замечательно. Особенно когда вот сейчас будет падать листва, ее будут вот в такие укладывать горки и сжигать. И вот этот запах костра, запах листвы, запах вот этих вот палок, веток и какая-то вишня или слива, чернослив. Обожаю этот аромат, очень рада, что он в моей коллекции. Переходим к не менее бадуарному и готическому аромату моей коллекции. Это Мажда Пекали Монном из Труж. Меня зовут Красный. Посмотрите, какой красоты этот флакон. Это просто какой-то камень и вот такая вот деревянная крышка. Это просто что-то с чем-то. Это аромат о розе. Это аромат о деревяшках. Я не знаю, что здесь в базе, но это аромат очень дорогого салона, либо салона какого-то дорогого бутика, либо салона дорогого автомобиля класса люкс. Это аромат, он также медитирующий, медитативный. Это аромат о розе и о чем-то таком сладко-тягучем, как будто вот сладкая смола стекает по крышке какого-то полированного рояля. Этот рояль стоит в каком-то салоне, где продают дорогие автомобили Lexus. Ну, что-то вот такое, вот такие фантазии. И проходит женщина, которая или мужчина, которые очень хорошо пахнут, пахнут очень дорогим, качественным, эксклюзивным ароматом. Либо это какие-то свечки также стоят. Да, запах свечи. Он очень красивый. У меня это 70, нет, это у меня 120 миллилитров и это просто шедевры моей коллекции. Так что вот настало его время и сейчас я буду его носить. Есть еще один аромат, который меня настраивает на такой вот люксус лакшери лад. Это чампака абсолют. Это аромат о цветке, о чампаке и я слышу здесь также какую-то медовость, какие-то цветы. Я слышу здесь вот если вот на базаре на восточном рынке вы проходите мимо вот именно там, где продают курагу, чернослив, изюм, много-много сладкого изюма и именно вот этого светлого изюма, вот этого вот такого ярко-желтого изюма. Много-много сухофруктов, много этого изюма, где-то цветут какие-то цветы и это осень в Стамбуле. Я не знаю, почему я никогда не была в Стамбуле, но мне кажется, вот такая вот золотая осень в Стамбуле именно в октябрьском Стамбуле. Обожаю этот аромат. Очень красивый, очень медитативный, очень шлейфовый, стойкий, яркий и вот его время будет до октября у меня 100%. Аромат, который я обожаю носить в холодное время года, который подчеркивает какую-то такую статусность, стервозность, он поднимает и вас несет. Это аромат Сеслей ОДЕСУАР, вечерняя вода. Это аромат, который вы, нанеся на кожу и поднеся близко к носу, вы его не поймете. Этот аромат показывает себя в шлейфе и шлейф у него на миллион. Вот у этого аромата, мои дорогие девочки и мальчики, шлейф на миллион. Это он такой, он такой, как воздух в осеннем лесу, где много водопадов, где много уже опавшей листвы желтой, красной, багровой, много деревяшек, именно уже намоченных дождем, уже таких мокрых. Это дубовый мох, также на дереве сбоку вот этот зеленый мох, много, много, много мокрого дерева, много мокрого дерева. И вот этот воздух, который исходит от этих водопадов на этот лес, и вы вдыхаете вот этот мокрый лесной осенний воздух, и рядом где-то водопад, вот так пахнет этот аромат. Он достаточно такой природный, самобытный, но при этом в нем есть такая дынка дома сислий, и она такая, вот какая-то именно в ароматах, она какая-то такая стервозность, это какая-то такая я женщина, я женщина высшего общества, и я не пользуюсь там никакими Томфордами, Амуажами, Шанель, и Герлен, я пользуюсь ароматом дома сислий. Вот как-то так. Я думаю, что это скорее аромат подойдет для врачей, для адвокатов, и вот какой-то вот он такой вот он держит дистанцию, то есть ловя шлейф от этого человека, кто носит этот аромат, вы будете держать дистанцию, потому что вы будете понимать, что это вау, это строго, это престижно, и это очень-очень дорого звучащие. еще одна розочка, еще моя красота, которая просто меня радует, круглый год, это круглогодичный аромат, это Citizen Queen Lady Vengeance, конечно, сейчас он будет закрывать мою мою носку именно этого аромата, я думаю, август, сентябрь, и я его оставлю в сторонку, потому что он раскрывается именно в теплое время года, просто волшебно и замечательно, это аромат очень красивой рози и амброксани, вот этот амброксан, он дает какую-то такую молекулярность, также амбра, что-то теплое на вашей коже, кто знает, это моя любовь, кто меня давно смотрит, это аромат номер один моей коллекции, обожаю его очень, еще одна роза, так интересно, сегодня почти все ароматы, кроме чампаки, наверное, розу включают, и это роза прик от Tom Ford, укол розы, этот аромат я приобрела недавно, хотя многие говорят, что именно зимой он показывает свою красоту, именно в холодное время он пахнет вот этими гумиберхен, это по-немецки, то есть он пахнет вот этими конфетками резиновыми, желейными, не знаю как, по-русски, но вы меня поняли, харибо, да, вот эти жевательные конфетки из желатина разноцветные, вот он пахнет как будто так, разными фруктами и розой, на мне этот аромат совершенно так не пахнет, на мне этот аромат пахнет каким-то развратом, каким-то таким эротизмом, он очень яркий, очень манкий, и он мне напоминает один аромат от дома провокатор, агент-провокатор Ладжент, но если Ладжент на мне сидел очень быстро слетал, то этот сидит как прибитый целый день, вот такой вот нежный розовый цвет, он как прибитый сидит на мне целый день, и он меня возбуждает, то есть этот аромат его нужно носить на свидание, этот аромат нужно носить когда вы находитесь дома и встречаетесь со своим любимым, у вас романтик, потому потому что он очень 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 как я уже сказала чувственный вот на мне так раскрывается никаких конфеток, никаких розочек сладких на мне нет, на мне сразу выходит база и эта база какая-то такая амброва, почульна, сладковатая, но вот кто знает леген провокатор, вот на мне точно так раскрывается этот аромат ну и конечно же последний аромат сегодняшней коллекции это неоспоримый аромат всех женщин всех мужчин он делает вас просто королевой нанеся аромат бакарат руч бакарат руч 540 от мейсон мейсон францис кюрки джан вы становитесь сразу выше прямей и богаче вот я не знаю как это объяснить вы становитесь такой вот ну не знаю как это объяснить вы чувствуете что вы какая-то вот такая вот крутая богатая состоятельная успешная женщина я говорю свои эмоции да я чувствую что я какая-то особенная в этом аромате он меня окрыляет он меня держит он меня приподнимает то есть этот аромат если я куда-то наношу принимать какие-то решения документация что-то вот заключать какие-то договора на работу особенный рабочий день то я ношу именно вот этот аромат он меня вот прям несет вот так мои дорогие вот такие ароматы ароматы на осень ароматы которые подчеркивают вашу женственность неповторимость подчеркивают вашу где-то даже стервозность и какую-то такую осанку дает вот эти все ароматы они действительно очень-очень крутые и это гордость моей коллекции с вами была Анжелика пишите мне пожалуйста какая какие ваши ароматы именно вот дают вам такой настрой такой подъем такой заряд что вы такая одна единственная и вы просто крутая я вас всех обнимаю целую и пока до встречи до встречи